Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси и так сегодня увидим бой на Т110Е5, неистово нагибучий танк на самом деле. Время идет, но одно неизменно, данный танк показывает хорошие результаты и так что рекомендую к прокачке его. И так же друзья, подключайте набор Северянин, вы получите Ренегат Лансен Си всего за 100 рублей, ссылка на набор находится в описании, подключайте и пользуйтесь морей халявы. Такое действительно от Wargaming фиг найдешь, предложение очень выгодное и оно ограничено по времени до 21 июня. Так же если вдруг вы хотите бесплатно выиграть золото, то вот вам определенные условия, ну в принципе они стандартные и хорошо знакомы моим зрителям. Всего лишь напишите какой-либо комментарий после просмотра видео, тем самым вы можете выиграть нехилый приз голды и сможете потратить его в своих нуждах, там я не знаю, обучить экипаж или еще что-то сделать. Так что участвуйте, пишите комментарии, указывайте свой игровой ник. Всем привет друзья, с вами Маркеси и так поиграем в игру Crash на сайте Vodhub. Поставил 2000 золота. Давайте заберем такой коэффициент 243, неплохо это, хороший выигрыш будет у нас. Вот кстати промо-код вам очередной, который даст вам 50 золота, если хотите активируйте его и сможете бесплатно поиграть, попробовать свои силы в краше. Ну видите, такой бывает сразу прям проигрыш, неимоверно это 10, но что поделаешь. Бывает такой сразу проигрыш, бывает коэффициент и x10 и смотришь как коэффициент все больше и больше, а ты забрал приз на максимум 2. Давайте заберем, все таки это уже коэффициент 243, это много довольно таки, у нас 4000 золота, довольно хороший приз. Тут можно вообще было крупную сумму, я так смотрю, заработать. Давайте последний разок, не рисковый должен быть этот раз. На 1.5 наверное заберу. Не только не в самом начале, пожалуйста. Давайте заберем. Нормально на 2000 золота. И на этом все, друзья, спасибо, что посмотрели. Давайте осмотрим новости видео World of Tanks. Сегодня у нас в продаже Компанзер 07 Рейч. В принципе танк довольно таки, но обычный, посредственный, я бы даже его назвал бы таким-то танком. То есть он не обладает какими-то там выдающимися характеристиками. Поэтому не вижу смысла его приобретать. Не в обиду сказано там игрокам, у которых этот танк является любимым. Интересно, такие игроки существуют? Ну, наверняка да. Просто лично я играл на этом танке, мне что-то он вообще не зашел. А тут он еще и стоит 1870 рублей. Даже если этот танк можно причислить каким-то образом к средничкам, то какой смысл покупать такой средний по характеристикам танк, если можно дожидаться имбу какую-либо, ну, может быть, там заплатить 200-500 рублей и получить действительно годный танк. Ну, а Wargaming продолжает радовать игроков, которые не играют в World of Tanks. Очень, кстати, показательный такой момент. Не играешь в World of Tanks, тогда тебе подарок. Ну, это, конечно, шутка, но получается, что так. Потому что вот дарят ИС-3 с механизмом заряжания, КС-52 Дис, Лорейн 40 тонн, также 7 дней према, ИКС-3 опыта до 20 июня. Ну, в принципе, осталось не так уж и долго этой акции. Всего лишь нужно, соответственно, не играть вместе с World of Tanks. Ну, то есть, если вы месяц до этого не играли, то сможете все это добро получить к себе в ангар. Ну, в общем, из надежного источника стало известно, что все-таки что-то подобное в битве блогеров вернется, как я понимаю. Соответственно, будет соревнование, как я понимаю, между блогерами. И, соответственно, можно будет получить миллион рублей. Там, если вы блогер, конечно, все блогерам, как говорится. Ну, соответственно, если вам интересуют вот эти все соревнования, то вы тоже, наверняка, будете рады. Ну, а сейчас вы можете видеть курс долларов. На данный момент 57 рублей 1 доллар стоит. Да, конечно, грохнулся доллар. Нифигово так, на самом деле. Но к чему это вдруг я говорю? У нас не сводка тут экономических новостей. Но все-таки я так подумал, раз доллар, ну, в общем-то, упал по отношению к рублю, так-то он на самом деле вырос по отношению к другим валютам. Но к рублю он упал. Ну, в связи с тем, что у нас очень сильно упал импорт в стране. Ну, короче, я так думаю, что Wargaming нехило так сейчас зарабатывает, потому что они так привязали 55 рублей, доллар еще давным-давно, как будто все знали заранее. Соответственно, это значит, что они сейчас очень даже сильно так зарабатывают на World of Tanks. Ну, пускай зарабатывают, главное, чтобы делали нормальную игру, а не тяп-ляп. Далее разработчики очень так торжественно объявили о том, что вот сейчас у нас проходит Стальной Охотник. Заходите, ребята, смотрите, какая у нас красивая карта с воротами, с молниями. Вообще просто супер. И не поспоришь, действительно, карты, ну, вернее, карту вот эта вот одна, ее добавили огромная, красивая. И технику новую добавили в этот режим. Весьма прикольную, с новыми фишками. Но какого хрена они убрали награды из этого режима? На самом деле, лично я считаю, что кому-то надо дать по шапке так серьезно, потому что, ну, кто-то просто взял, загубил этот режим. Потому что, ну, в играх такого плана, где ты накапливаешь, по сути, имущество в игре, ну, хоть и виртуальное, но тем не менее, игроки в свое время все-таки готовы тратить только в том случае, если, соответственно, им дадут что-то интересное. Ну, и пусть геймплей будет приемлемым. В данном случае геймплей, ну, действительно, неплохой, идея интересная, а вот наград нет. Кто-то скажет, боевой пропуск, но так в рандоме можно просто играть и выполнять боевой пропуск. На самом деле, дичайший фейл, я так считаю. Далее, друзья, новый подарок, соответственно, в самолетах запустили. Это новые кейсы, которые, кстати, можно получить бесплатно, что вообще удивительно, потому что, чтобы в танках такое было, я бы, наверное, не знаю, в оморку упал бы, потому что в танках, чтобы кейс тебе дали какой-либо, это прям, не знаю, супер-мега редкость. Не то, что редкость, такого и вообще не было ни разу никогда. Соответственно, в самолетах спокойно раздают эти кейсы направо и налево. Да, из них не падает там, ну, соответственно, на танках, потому что это самолеты, это очевидно. Но падает голда, падает свободный опыт, падает премиум аккаунт, и все это работает, естественно, в танках. То есть там как бы общий такой вот аккаунт. Так что, в принципе, имеет смысл выполнять задачи в самолетах для того, чтобы получить ценные призы. Но многие задают вопрос насчет бонового магазина, и некоторый источник с китайского сервера заявляет о том, что в этом году разработчики будут устраивать очень такой жаркий летний фестиваль, где нужно будет получать жетоны определенные, ну, или что-то подобное. И, соответственно, за это вы сможете приобретать много всякой техники. Среди них, ну, в общем-то, танки будут весьма неплохие. Но также будет запущен, скорее всего, торговый караван уже летом. Ну, или максимум осенью. Там непонятно, потому что, если даже в Китае запустят летом, у нас, скорее всего, появится осенью. Ну, или наоборот, если у нас с летом, то в Китае это будет осенью. Соответственно, вот список танков. Сверху вы можете видеть, что там за танки. Объект 780, двухрадийный танк ТС-54. Тут у нас также ТЛ-7-120. И также еще один советский танк К-91, вариант 2. То есть, в принципе, есть довольно существенные шансы, что эти танки будут продаваться за боны, за серебро. И вы сможете себе купить неплохой танчик. Так что накапливаем ресурсы игры и ждем, соответственно. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok